Всем привет! Суббота. Сегодня, по-моему, седьмое у нас декабря. Поеду на Кривую бухту со стороны речвокзала проверить, что там клюет. И попробую покидать силикончик. А вдруг там судачок появился. Посмотрим. Время, конечно, уже три часа дня. Я думаю, те, кто там с утра ловит, уже все разошлись. Год назад там офигенно клевала таранька на фидерки, на пикерки. И поклевывал судачок. Я сам ловил, поэтому это точно. А в этом году я там не был. И почему я поехал вечером? Потому что вот как раз все фидеристы, так называемые, должны были разойтись уже. И будет хотя бы две-три точки, где можно покидать силикон. Посмотрим. Так, ну как я ожидал, никого нету. Но видно, что каждый день здесь ловят вытоптанные мусора кучи. Льда нету. Это уже большой плюс. Надо разматывать спиннинг. Правда судачок клевал всегда. Вон там, ближе к той стороне. Но ничего. Попробуем. Попробую я сначала на такой джиг-рик 15-ти граммовый с этой кракозяброй попробовать. Только что дедушка шел, говорит, плохо сынок клюет. Ну, про тараньку он, конечно, говорил. Воды, кстати, мало. Ну, нам пофиг. Но вода такая, более-менее чистая. Мне чем нравится все-таки джиг-рик этот? Очень интересно. Мелочи очень много. Вот слышно, колокольчики тарахтят. Значит, что-то доклюет. Ну все, не теряем время. Прицепил я рачка, но все равно что-то никак оно не отреагировало на клев. Вот такие халабуды даже построили уже. И куча бутылок водки. Покидаем. Оборвал я свой рачок и прицепил чисто судаковую приманку уже. Так, короче. 4 часа судака нет, а тарань клюет офигенно. А вот сейчас покажу, где вот эти все места, отгадки. Нет, нет, нет. Вот чувак ловит на удочку. И вот прямо между гаражами. Очень классно. Тарань клюет именно на плавок. Снова обрывает? Не, еще не оборвал. Да, у меня два обрыва было. Короче, тарань клюет на поплавочные удочки, на маховые, 6-метровые. Опарыш и желательно подсаживать к нему мотылика. Вот это огонь. Тарань шикарная. Короче, ребята, вот 4 часа вечера люди сидят там еще. Всем советую сюда идти на рыбалку, на тарань. Но с фидерами не спешите, я же говорю. 6-метровая маховая удочка с одним легеньким крючочком, легеньким поплавочком, одним опарышем, там максимум опарышей и пару мотыликов. Сейчас рулит. Там яма как раз между гаражами. Глубина там метра 2,5-3. И вот как раз на удочку самое оно. Потому что стояли два ряда мужика, вот я наблюдал. У одного 4 фидера, ну фидера, да, фидера, можно так сказать. На каждом фидере по 2-3 пружины, по 3 крючка. 4 палки у него. Рядом стоит мужичок. Одна удочка маховая, он тягает одну за одной. И тарань такая, крупнее ладохи, ну серьезно. А второй когда-никогда там дзебает вроде бы часто, но пока он эти палки переключает между собой в мозгах, это не рыбалка. Так что вот такие пироги, ребятки. Льда нету, ловить можно спокойно. Правда проблема единственная это место. Потому что я уверен, что если вы придете в 6 утра, места может уже не быть. Хотя в 6 утра еще темно. Ну советую идти в 5, если вы хотите наловить тарани. И опять же, сегодня клюет, завтра нет. Так что такое дело. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.